У нас есть аппаратура самая различная для обследования наших пациентов. Это и УЗИ-аппаратура, и авторефрактометры, потом микроскопы офтальмологические, которые называются щелевые лампы. Еще наш, скажем, самый новый аппарат, который мы используем, наверное, он единственный в Брестской области, это компьютерный периметр. Словом пациентам офтальмологического отделения Брестской центральной городской больницы оказывается медицинская помощь согласно всем современным стандартам. Брещанга Ольга Малышева убеждается в этом лично на протяжении 10 лет. Каждый год женщина проходит стационарное лечение в офтальмологическом отделении Брестской центральной городской больницы. Диагноз неутешительный, миопия в высокой степени осложненная глоукомой. Но Ольга уверена, она видит благодаря своей временной квалифицированной помощи врачей. Я могу обратиться ко всем, кто это увидит или услышит, заниматься своим здоровьем. Потому что к вам домой никто не позвонит и не спросит, есть ли у вас какие-то проблемы. Тем более, что это бессимптомное заболевание, понимаете. И диагностировать может только врач. Не потому, что это на камеру, не потому, что это вам. Но вот нашим врачам можно только пить дифирамбу. Кроме катаракты и глоукомы, ежедневно в поле зрения Брестских врачей попадают различные болезни глаз, которые появляются у человека в результате осложнений общесоматических заболеваний, сахарного диабета, артериальной гипертензии, актеросклероза сосудов. Врачи говорят, эти коварные недуги могут дать такие осложнения, от которых можно ослепнуть безвозвратно. В отделении занимаются самыми тяжелыми случаями. То есть, когда амбулаторно стабилизировать глазное заболевание невозможно. Также у нас еще проводится хирургическое лечение, когда уже терапия бессильна. То есть, это такие заболевания, как глоукома и катаракты в основном оперируются. И терапевтическая помощь оказывается больным, которая в более тяжелых стадиях заболевания. Пациентам возвращают и стабилизируют зрение в операционных. Многие операции проводятся планово. Также здесь принимают тех, у кого болезнь требует неотложной реакции. К слову, врачи проводят до 1300 хирургических вмешательств в год. То есть, оперируется каждый второй пациент. Конечно, филиграмная работа медиков может сделать чудо. Но офтальмологи акцентируют – многие заболевания с протекающими осложнениями в силах исключить и сам человек. Для профилактики этих заболеваний, для профилактики их появления и прогрессирования – это здоровый образ жизни. Это самое простое и доступное. А второй пункт – это для того, чтобы их не запустить и не появиться уже в стадии, когда уже ничего невозможно сделать – это профилактические осмотры у специалистов.